Ну что, дорогие друзья, я не думаю, что надо представлять этого человека, которого знают все нормальные люди. Но я все-таки скажу, потому что мы все ненормальные. Правильно, спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, великий русский офицер, поэт, воин Игорь Николаевич Морозов. Послала Миша, чего меня не отнять, так это ум, красоту и скромно. Значит, я очень рад здесь всех видеть, приветствовать. Я специально для встречи с вами и приехал из Тьму Таракань, 150 верст от Москвы на краю Московской губернии. И рад здесь видеть знакомых лиц очень много, почти все. Значит, чтобы время не затягивать, я с вашего разрешения спою. Ну, те песни, которые вот мне самому, и афганские, и неафганские вериши, которые мне самому очень дороги, потому что они, как мне кажется, созвучны с тем, что думали и чувствовали все, кто воевал в Афганистане. Все молодые годы, и так вот сейчас чувствуют все, большинство мужчин и женщин, так вот мальчики, девочки, юноши, такие ностальгические песни. Но начнем все-таки с войны. С Долганской войны, кстати, маленькая поправка. Сейчас спецназов там столько. В любой бутик зайти, и там спецназ на входе стоит, вот примерно в такой же форме, в черной. Ужасно. Войну мы ни одну не выиграли после 45-го года, а страна вся левитеризована. Куда не прыгали, где спецназ. Но я хочу поздравить здесь, знаете, человек, который здесь сидит, и может быть есть кто-то, с настоящим праздником спецназа военной разведки ГРУГЭШа. Это самый старый, это большой праздник, спецназ в моем вымпел, который комитет за безопасность организовал. Это ГРУГЭШ, самый первый спецназ, который существовал еще, вы не померите, еще при царе, при империи. Значит, вот это настоящий спецназ. И поэтому первую песню я посвящаю им. У них 5-го ноября всегда было, но сейчас, я, например, уже 4 года знаю, что был 10-го, был праздник милиции. Но, начиная с 1-го по 20-е, праздник транспортной милиции, праздник прокуратуры. И все это распалось, великое МВД распалось на множество-множество. А комитет государства безопасности, значит, ФСБ, сейчас каждый отдел втихаря свой праздник празднует. Но у них с 1-го декабря по Новый год. Так что вот страна, где столько много спецназов, она, в принципе, неприбедима. Можно даже ничего не делать, ни для кого, ничего, и никого не бояться. Никто с нами связываться не станет. Сирену будет так только вот. Спасибо за правду. Наступающим праздником, ладно, завтра день спецназа, значит, я пою, да-да, не свою песню, а геном спецназа нашего, спецназ Куоза. Куоза, потом это стало вымпелом, когда секрет сняли, в 91-го году вымпел уже 200. Правда, сейчас вымпел остался. Другие несколько задач, нет диверсионной разведки, а скорее тут ближе к спецназу. Ну вот, она была песня, наша. Это 101-я диверсионная разведшкола, у Балашихи ее тоже уже нет, а гимн остался. Написали его кто-то из тех, кто курс усовершенствования в сердце застал, древний. Значит, поэтому песня, если праздник всего спецназа 5-го числа, А по всему, всем спецназом, да, и древний посвящен в нашей песне. Бой затих у взорванного моста, Гассовет растаял в угле, Зампады не терпящие удобства, Умирает на сырой земле, Жаркая нерусская погода, Остывает на его губах. Звезды неродного небосвода Угасают на грубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, Жав в руках разбитый пулемет, И к нему на бедренной повязке Вражеский наемник подойдет, Посмотрит, удивится, Скинет пистолет, прищурит глаз, Скажет, много резал бред на лицах, Русских буду резать в первый раз. А в России зацвела кричиха, Там не вродит дикий папуаз. Есть в России город Балашиха, Есть там ресторанчик бычий глаз, По субботам и по воскресеньям Парни в ресторан идут гурьбой, Среди них идут держа равненья, Люди с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, По биретам типа балахон, Их в округе местные мальчишки Называют дяденька шпион. Если где-то гром далекий грянет, К неизвестность улетят они, Пусть им вечным памятником станет Проходная возле Дорнии. Если где-то гром далекий грянет, К неизвестность улетят они, Пусть им вечным памятником станет Проходная возле Дорнии. Восемьдесят пятом я вернулся туда, Откуда пришел, вымпел. А я на прощание Бывим друзьям, которые оставались служить И служили честно до девяносто первого года. И сейчас служат, только задачи другие. А потери те же. Шестеро наших погибло только в Первомайском, Когда их бросили наши бездумные маршалы По чистому полю, вместе с Альфой, На укрепленный район, Где сидели эти заложниками чеченцы. Шесть человек. И каждый день, каждую неделю Привозят ингушетии из Чечни Молодых полковников по 38 лет, Начальника раздела. Фамилия называть не буду, нельзя. Вот. А это Без речей молчаливо прощали, Пусть удача поможет ему. Вот уходит твой друг на задание, Было бы легче идти самому. Будет утро туманное раннее, И грачи не в сумятице стань. Вот уходит твой друг на задание, Ты удачи ему пожелай. Будет утро туманное раннее, И грачи не в сумятице стань. Вот уходит твой друг на задание, Ты удачи ему пожелай. Пожелай ему точного выброса, Строп надежность и верный расчет. И с трясиной болотистой выбраться, Если ветер туда занесет. Совершить, что задумано ранее, Что на карты штабные бегло. Вот уходит твой друг на задание, Пожелай, чтобы ему повезло. Совершить, что задумано ранее, Что на карты штабные легло. Вот уходит твой друг на задание, Пожелай, чтобы ему повезло. И в сражениях незримых, невидимых, На фронтах необъявленных войн, Пусть свинец его минет стремительный, И победой закончится бой. Пусть вернется ветрами овеянный, Закаленный в огне и в дыму. Друг надежный, товарищ проверенный, Пожелай возвращения ему. Он вернется ветрами овеянный, Закаленный в огне и в дыму. Друг надежный, товарищ проверенный, Пожелай возвращения ему. А до завтра звонки телефонные Поздней ночью подымут в тебя, И пончится машина разгонная По проспектам, которые спят. Пусть судьбы не предскажешь заранее, Но с последним пожатием рук Другу скажешь ты сам до свидания, До свидания, мы встретимся, друг. Пусть судьбы не предскажешь заранее, Но с последним пожатием рук Другу скажешь ты сам на прощание, До свидания. Встретимся, друг. Самое главное, что было, как ни странно, самое хорошее, это вот те годы, что я провел в Афганистане на войне. Там были самые лучшие друзья. Там была любовь, пускай походная фронтовая, но такая чистая. Ни за что, просто так, от души. Была такая работа, где сам придумаешь, сам сделаешь, и сам себя накажешь, если плохо сделал. Никто тебе дурацких приказов не дает, ничего. Были солдаты, 30 человек-програнцов, за которых я отвечал лично, мне сказали, тебя убьют, ну дурак, плохо учился, значит. А их убьют, сам отвезешь на родину. Мне повезло, ни своих, никого не возил, никого в цинкачах, матерям не отдавал. И даже до сих пор у меня треть была татары, а они народ плодовитый. И когда он позвонил, он механик-водитель, совершенно случайно нашелся, где-то он там, в Нижнем Челнах, пять детей у него и его внук. И я только себе подумал, теперь же им за 50 уже, мне в 70-е, когда им за 50, время летит. Но до слез растут. До сих пор командир-командир, потому что до 91-го года общий сбор у нас диверсионной группы был, значит, сутки со всех концов ШССР должны были собраться, но вполне не задаем. Никто в запас не уходил, вообще спецрезерный. Ну вот, так что самое лучшее, я такую песню писал, не дописал, я про этот фильм петь буду. Но я первый просто пою так. Время, доктор, время лечит рану, но открою тайну вам, друзья. По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря. 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 По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря, Желтые пески для регистратора. Война была хоть за что-то, не за чеченскую трубу, не за то, чтобы стало больше всего миллиардеров, а за величие было Советского Союза, как империя, мы же видим, что произошло. Поэтому то, что я видел на войне, то, что чувствовал на войне, я его сейчас пою, вкратце такой экскурс по душе, грубой солдатской душе. Значит, письмо женщине, любимой женщине сюда встают. Не ожидание ответов, что долго шло, еще бы не приходило обратно ответов какие-то. Письмо первое. Жив и здоров, не контужен, не ранен, об остальном догадайся сама. Письма в Афганистане, в Афганистане. Жизнь не уместится в строчке письма, ты не прочтешь в популярном романе, как проверяются судьбы в бою. В Афганистане, в Афганистане время историю пишет свою. Даже на самом широком экране не показать, что такое война в Афганистане. В Афганистане правда оплачена нами сболна. Кто-то поднимется, кто-то не встанет, сердце разбив огранитную твердь. В Афганистане, в Афганистане цены иные на жизнь и на смерть. В Афганистане, в Афганистане цены иные на жизнь и на смерть. В Балхе, в Герате, в Казни, в Бадахшане, в скалах Саланга, в песках чертары. В Афганистане, в Афганистане время не выветрит наши следы. А помни, не ждать, не клянись на Коране, знаю, не веришь ты в эту муру. В Афганистане, в Афганистане белое солнце встает поутру. В Афганистане, в Афганистане белое солнце встает поутру. В Афганистане встает поутру. писали 80 процентов все песни посвящали женщин даже когда преувеличенно писали о своем геройстве и о смертях мне кажется да которых там то ты видел это надавить на жалость не извините за группы там кого-то в той далекой которые смотри какой я тут вокруг ему друзья товарищи иногда и так было по письму просто знаю но вот эта письма называется просто 20 письмо номер два речь идет тоже о потерях на каждом войне кого-то не достает всегда воюющему солдата не достает любящая женщина пускай на час на два на три или на всю жизнь я не признаю женщин на войне с автоматами руках когда нас гордят что 30 тысяч там женщин скушивая дэвэ и там по полу подготовки ну слабая страна я достойных женщин в истории россии знает только бабе батальон батальон смерти который зимний охранял они все были георгиевские кавалеры и не стреляли мужиков они собрались и их ушли с позиции а потом отраснял уже зимний грабил и израильский персонаж там женщина их и еще лично охрана муамара кадахи вот ну бейте вот такого метра по дворостному один раз встречался в гостинице советской прохождение они внимание не обратят ни на кого хоть то генерал вот эта женщина которая в общем-то даже не женщина амазонки какие-то они наверное сами рожать без мурков могут не знают себе козом строить думаю что это неправильно остальное все любимую женщину и добро будем влюбиться таким уважением главное к ним относиться любить мало надо еще уважать поэтому письмо такое этот мир без тебя просто голые скалы от палящего солнца не спрятаться в тече этот мир без тебя я ожидаю что этот мир без тебя отсюда И погибшим друзьям не закончился счет Здесь измерена жизнь Пулеметные ленты, караванные тропою И чем-то еще Здесь измерена жизнь Пулеметные ленты, караванные тропою И чем-то еще Этот мир без тебя После рейдов усталость Незаконченных писем Скупые слова Здесь в сердцах уживаются Ярость и жалость И по-прежнему в душах Надежда жива Здесь в сердцах уживаются Ярость и жалость И по-прежнему в душах Надежда жива Этот мир без тебя Неизменен и вечер Мир нежданных разлук И случайных встреч Здесь ремни автоматов Врезаются в плечи И звучит иностранная Странная речь Здесь ремни автоматов Вырезаются в плечи И звучит иностранная Странная речь Этот мир без тебя Он расколот войною Эхо выстрелов скачет По склонам крутым Этот мир без тебя Все же помнят тобою И становишься ближе Далекая ты Этот мир без тебя Все же помнят тобою И становишься ближе Далекая ты Далекая ты А там стульчик что-ли Быстрый? Там все душка есть Там на месте Телка оператора Такая хрень Вот я на него все делал На две гампины Нет, нормально все Нормально Нормально Я прошу прощения Это не для куража Мне хватает Чтобы там давление Продышаться А женщина про женщину Я бы про женщину Дальше тоже Письмо третье Были у меня лучшие друзья Как ни странно Там были сотрудники КГБ Тоже из разведки Но их я Один раз Расстрелять чуть не расстрелял Такие сволочи Вот хотя и свои И были лучшие боевые друзья И менты Они себя гордо называли менты Не так ни как В этом фильме Беспредельщик Сейчас показано Там все это Настоящие боевые менты День Тепляков Был у них Командир Майор Изрезанный Где-то брал Там в Архангской Какого-то особо опасного Тут ножом порезал Здорово Как шкаф Это были настоящие Боевые товарищи Мы прошли И я ему обязан жизни Он жив Слава Богу Треницу Перемерз В Архангскую область Недавно Поздравлял Он был 72 года И вот это Хотя это написано было Значит По другому поводу По поводу того Что додумал Ганец Работы никакой нет Это мельчайшая пыль Который везде Летний Не спрячется Ну это такое Письмо Третья В общем Желтые пылью Наши окна Запорожены В третий день Афганист Бродит по горам Я письмо тебе пишу Моя хорошая Из провинции Нагорной Под Ахшан Мне поет Про горы Грусть магнитофонная А вокруг Столпились горы Наяву И живу я здесь Засадами Колоннами Да еще Твоими письмами Живу Где отмечено В устали Лифка Ранили Для чего Живет на свете Человек Здесь сошлись Два века В противостоянии Век Двадцатый И четырнадцатый Век Здесь не верю Ни в Аллаха Ни в Иисусы Я Десять заповедей Душу не томят Вся религия Моя Кововки Сыновей Сыновей Что с фотографией Глядят Ни к чему Здесь новомодные Традиции Все указы Здесь не значат Ни черта Пью я Пью я водку С подполковником Милиции Он Милиции Московской Не читал Пью за дружбу Боевую Настоящую Пью за то Что он Не смотрит С высока Что меня Он Ни хотячего Ни зрячего Семь часов Тащил По скалам До полка Может быть Мои сумбурные Каракули Разбирать Ты будешь Слезы Не тая Только сделай Так родная Чтоб не плакали Письма Папины Читая Сыновья Толик Верь И по законам Человечности Будет встреча Будет новая Весна Ты Маяк Мне Затерявшемуся В вечности По призванию Офицерская Жена Ты Мояк Не Затерявшемуся В вечности По призванию Офицерская Жена Прорек Теплякова Прорек Теплякова Затали Теплякова Не Порьешь Он Однажды Да Третий Тост Разрешивай Я Не 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 Третий Святой Да Я понимаю Что тут Нет Третий Тост Понимаешь Володя Грибов, командир группы Грибов, командир группы Грибов, наш 87-й грибов 81-85 А мы все с этим спардатом 2-й грибов Грибов, я помню Грибов, мы с ним будем Мы любим друзья Удачи 3-й тур, да Давайте выпая, я спою тогда 3-й тур, святой Грибов Главное вспомнить всех, кого мы потеряли Кажет нас, кого мы потеряли Так Живыми только Секун Точно Песня называется Получный тост Он же 3-й Я поднимаю тост За друга верну Одною плащ 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 Ах Ах Плащ Плащ Стоим мы, два десантника из Витебска, Устало улыбаясь в объектив. И я гляжу на эту память прошлую, Свеча горит и тает стярь. Но в день последний верили с Алёшею, Тот день пришёл, я праздную один. А за окном ночная тьма колышется, Гляжу на фотографию, курю. И мне хрипший голос вдруг услышится, Живи, а я прикрою, как в бою. Рассвет встаёт над городом пожарищем, По улицам трамвай без меня. Я пью вино за старого товарища, А был бы жив он, выпил бы за меня. Рассвет встаёт над городом пожарищем, По улицам трамвай без меня. Я пью вино за старого товарища, А был бы жив он, выпил бы за меня. Рассвет встаёт над городом пожарищем, По улицам трамвай без меня. У меня место есть. И вот такая песня, Переделка, конечно, Но времени не было тогда, Выдумать мелодию или что. Брали же готовый, не один это делал, Он брал готовый, Просто подместный антураж переделок, И вот такая весёлая песня. Там, где мы были, Вот тут сидят боевые друзья, Они правильно всё знают про всё, Но тогда первые, когда, Вот туда не было ни альпийских герей, Никого, кем затыкать. Вот спецназом, который там сидел, Ты больше занимал другие проблемы. Ну, есть у импела, Каскадах во всех, Омега, Каскадах, Есть потери боевые. Много, достаточно. Но неуполнимых задач у нас, Как и выдавая, не бывает, Поэтому, Чё остаётся, приказ, приказ, Юмором только всё это делает. А так вот получится. Вот такая песня. Если вам однажды перед рейдом в горы Не досталась каска и бронежилет, Вспомните, что где-то бродит вовсе голый, С вами в общем не знакомый снежный человек, И улыбка без сомнения Друг коснётся ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали Полетели лихо камни догонять, Вспомните, что раньше вы так не летали, И, как видно, больше вам так не летать. И тут улыбка без сомнения Вдруг коснётся ваших глаз И хорошее настроение Не покинет больше вас. Если вас в Дукане... Это супермаркет афганский, да, да, это... Или мини-шоп, или шоп... Не важно, в общем, какая-то... Где всё равно куча. Как у нас всё равно куча. Если вас в Дукане нагло обманули, Если гнев невольный В сердце к вам проник, Вспомните, что в вашем автомате пуля, ребята, А их на все Дуканы хватит, Вспомните о них. И тут улыбка без сомнения Вдруг коснётся ваших глаз. И хорошее настроение Не покинет больше вас. Звучит потруднее. Если вас за ногу кобра укусила, Если жить осталось, в общем, полчаса, Поваритесь Богу, соберитесь силой, И, как в детстве, начинайте верить в чудеса, И тут улыбка без сомнения. Вдруг коснётся ваших глаз. И хорошее настроение Не покинет больше вас. Самый трагический куплет, он же к концу мой, завершающий. Это тяжело, поверьте мне, трудно справиться. Если вам замены нету из Союза, Если не пускают, свидятся с женой. Вспомните, ребята, Робинзона Круза, Как двенадцать лет прожил, Он с одной козой. И тут улыбка без сомнения Вдруг коснётся ваших глаз. И хорошее настроение Не покинет больше вас. И хорошее настроение Не покинет больше вас. Спасибо. Следующая песня. В общем-то весёлая, если ситуацию не учитывать, Что всех снегом занесло. Нож лебёт в горах Алган. Да, нет, это потом. Там больше. Это была, значит, команда называлась Каскад. Это не команда Каскад. Команда Каскад называлась. Их тебе назвали. Мы даже не знали, что это всё. Брентил, Брентил. Тогда-то боевая. Аператит боевая группа. БУБГ. Владакшан. По месту пребывания. Значит, но там и армия к нашему уже знали. Каскадрёв. Я, возьмём, летал. В восемьдесят девятом ещё на вывод тогда. Я вывод сопровожу. Начал до конца. Полетел туда. Никого не брали в Кантагар. Там советников зажали. Там везде гружили. Подошёл в пилот наш, сказать, каскадёр. Ну, полетели. Раз, в третьем раз не попали. Не выкинили оттуда под жопу из вертолёза. Давай, говорит, тогда можно сейчас живи. И больше не полетел. Они, точнее, наши там. Ну, вот. Каскадёр на название будет. Это вот Милициарь Калера будет. Это так называлось. Четистская операция. Воевая. Название операции. Каскад-4. Постаньте самый большой. Ну, и этот самый большой. Бурдакшанский. Засыпал снег. И моей работы никакой нет. Ни фига, ни фига. В фигзовании. Никуда, нигде ничего нету. И такая грустная песня. Одна из первых. Эх, куда же ты попал, каскадёр? Что ни шаг здесь, то дувал, то забор. За заборами ханул и духтар. Если не знаешь, что такое. Ханул, женщина, духтар, девушки. А над трубами солярный угар. За заборами ханул и духтар. А над крышами солярный югар. И шаги орут с утра до темна. Им с мечети подвылывает мулан. И звоняются весь день рафики афганские. От базара и до кокчей реки. Здесь, не ведая тревог и забот, Чиханечий гоняет народ. Рассуждая целый день, что почём, А душманы вроде им ни почём. А это вон, что за чучело в пораже. Двух валов гоняет вдоль и помеже. А эта женщина, афганская мисс, Обрабатывает землю под рис. А у дуганщиков, менеджеров, шоков, шоков. А у дуганщиков босмачистский вид. А подрать тебя любой норовит. Ах, дать бы в лоб ему, да только нельзя. Потому как революция. Дать бы в лоб ему, да только нельзя. Потому как революция. Автоматы заржавели давно. Про войну мы видел только в кино. А из центра за приказом приказ. Не пускать на операции нас. Но слава богу, бета-яр на ходу. Один из трёх. До Майдона как-нибудь доведу. Вертолетчики, ребята свои. Не дадут загнуться мне от тоски. Вертолетчики, ребята свои. Не дадут загнуться нам от тоски. А действительно, да ладно. Правда, спирт пополам. Это красивое название. Против обреденительной жидкости. Это спирт глицерин. И добавно добывали. Вот когда совсем край, да. Ну, посольство к воде нас редко доходило. Набивали где-то по дороге. Или вообще не присылали. Спирт отродясь не водились. Только вертолетчикам. И вот. У них много. У них много было. Ну, потом. Мы потом располотились. У них делалось это так. Спокойно мы попросим. Я принесу свои. Вадим Бурага. Вадим Бурага и его камэска. Майор Виталий Кабалабанов. Вот они вдвоём. Приезжаешь. Тоски и расстройся там. Что такое? Надо, как урожан. Надо сейчас. Набирает, поднимает пару вертушек. Они паром летали. У них есть такой ящик стоит. У пилотов. Они называли Люси. Это автозаписчик. Чип черного ящика. Который запит все команды. Сообщает. Мы летим на Гундуз. Ремонтирует. Лопсть. Ну, не важно. Что придумать. Поднимается километр. Ну, на полкилометра. И начинает на Булашан нарезать круги. Потом он. Один другого командира. Фонарь обледенел. Приказывает включить противообледенную систему. Есть. Щелка. И наматывает полчаса. Ринтайна. Потом он говорит. Все. Это включить изводное обледенение. Отключить противообледенную систему. Щелк. И садятся на землю. Потом Бортехник считает. Сколько по времени расход. Килограмм спирта. Сколько килограммов там. Полтора килограмма. На противообледенение. Тоже сливает. И по чашечке в узлу. Скульпачка в нос. И по закусочку. Консервы. Вот такой. Фильм какой-нибудь. Все это для куража. Для поднения доста. Мы его на все правильно. Ну, а что делать? Когда меня потом спросили на диспансеризации. Много пили? Я говорю. Каждый день. Ну, чего там? Существует пили. Ну, на спирт, да. Пили уже. Это все понятно. Я говорю. Ну, каждый день. А чего? Я говорю. Ну, спирт. Годка. Редко бывает. Редко стоит. Как же вы талак? Редко, я вам скажу. Сидит молодая девушка. Психолог. Там у нас. Спецполит. Говорит. Ну, как-то. А как воевать? Да. А на броне вообще, конечно, у нас на колонну. Там все пьяные, кроме водителя. Водителя обкули же. Ну, офицера, офицера на шоу вроде, водка всегда была, теплая, гадость, разлив ДНАУ, везут из Советского Союза, наливниках, контрабанды, солярный, бензин, керосин, просачиваться. Регаешь, как с ней говорят. А водителя ничего больше, что они вместо взяли, я на шоу. Ну, это вот я никогда не оправдывал, но я не осуждал. Потому что водитель-механик на БТР, на БМД, на БМП, это смертный человек на колонне. Остальные все сидят на броне. Почему на броне? Если под тобой взорвется фугас, а наши колхозники, коммунисты, вот, очень широко умные взяли. Вот, я недавно только слышу, когда я говорил, никто не верил. Я первый сообщил. Нет, не может быть. Суперфосфат туда доставили, колхозы, понимаете. А скота, допустим, туда. Тонны мешка пластиковых. Из них сейчас вот делают в Чечне, в Ингушетии самодельный фугас. 50 кило. Целлофановый пакет. Ни собака не учует, ни Штыремова не проткнешь. Меноискатель не возьмет. Его закладывают. 50 килограмм. Это гексоген, что там получается. Не знаю. Пашню танка прочитается. Все улетает. Пашню танка. 5 ТДФ. Это 600 килограмм двигателя оппозитного на БМП стоит. Улетает и 50 метров. Водитель сидит, ну я рассказываю, ну афлянцы знают, сидит вот так. Все на броне. При попадании в броню, БТР, кого-нибудь из гранатомета не только сгорает, всех по стенкам размазывает. Он пробивает борта внутри. Сверх температуры, сверх давления. Вообще. Смертник, водитель. А колонн двигается 5 километров в час. Потому что там не знаю, что щупают, собаки идут, чего-нибудь там. Не дай бог на линейки подорвут, их пока с тропой столкнут куда-нибудь, расчистят путь. Тут нельзя. Сам есть армянник, мне не пошло. А наша, потому что не первый, не второй, не третий раз за 10 лет. Не принимай правильный. Кроме спирта, ничего. Я правильный товар. Вот. Поэтому я не намекаю. Нет, если что, свои. Спасибо. Я не намекаю, я просто рассказываю про колонны и про вертолётчики. Это у нас было связано, вот у нас в провинции, очень плотно. И сегодня, на днях, я отношу обаятельного, замечательного администратора и координатора, Ольга, вот эти цепи, нашёл старого товарища. Он живёт... Где он? Где он? Где Саша живёт? Саша в Херсоне. В Херсоне он живёт, он старший тётчик был. Он получил при мне высшее звание лётчик-стрелок, он не позвал, по-моему. Матер. Матер. Лётчик-хнайпер, да. И мы на Новый год это всё обмывали, и это за... А я сейчас по этой песне, правда, она... Грустная, это... Я не знал, что она, скажешь, пророчество в чём-то. Я на салфетке, на болезнодисках писал. Мы вместе, с моими двумя офицерами, вертолётный эскадриль, лучше бы мне это отмечали Новый год. Потому такая песня. Посвящается не только вертолётчикам, а всей авиации 40-й армии, которая летала. Но у нас, вертолёты, это доставка, если тебя ранят, и колону прикрывают. А песня была такая. Вот опять глядим мы на задание, Режут небо кромки лопастей, А внизу земля Афганистанья Раздвиглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистанья Раздвиглась в квадратиках полей. Но не верь, спокойствие ты вечное, Вот уже к тебе под облаком. Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы дошека. Тянутся прерывистые встречные Огненные трассы дошека. Никому судьба, какая выпадет, Предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты, алые вы, светят, Право на посадку и на жизнь. Нам не всем ракеты, алые вы, светят, Право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества Я в прошлом тоже тяжелей. Мне спастись порой от одиночества Даже в окружении друзей. Мне спастись порой от одиночества Даже в окружении друзей. Но опять летим на задание, Режут мне в окромки лопастей. И опять страна Афганистанья Разбеглась в квадратиках полей. Ты опять страна Афганистанья Разбеглась в квадратиках полей. И в окружении друзей. Браво! Браво! Спасибо. Значит, Есть мне идея, Время позволяет. Михаил Михайлович, Значит, Особые слова благодарности И песня я бы хотел сказать Боевым водителям Афганистана. Это где на колонках, На колоннах, Кто на операции, Кто без операции, Крутил, Честно крутил баранки, МАЗов, КАМАЗов, вот те, кто на трассе жизни, как в Ленинграде, от Хайратона до Файзабада, 12 дней колонны, возили местную муку, солярку, бензин, все это делали. Водители. Поэтому эта песня посвящена водителям. Кто в Афганистане был водителем армейским? Низкий поклон и уважение. Через перевалы и долины Сквозь огонь снарядов и гранат Мы вели колонны вдоль по гордым склонам От Кунтуза и на Файзабад их путь дороги Афганистана Сквозь огонь и засады душманов Но помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Путь до Файзабада, между прочим Был друзья нелегок и нескор Шли бы три дня, две ночи Трудно было очень Но водитель не глушил мотор Эх, путь дороги Афганистана Сквозь огонь и засады душманов А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела А помирать нам рановато Есть у нас еще дома дела Аплодисменты 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 Капуэк Аплодисменты Конечно Горин Аплодисменты Ковыляет бетонка, то гордес, то зелёнка, то зелёнка, то снова гордес. Перевал Онощины, то засады, то мины, как затравленный дышит мотор. Раскалённые ветры и ползут километры среди алганских стреляющих гор. Раскалённые ветры и ползут километры среди алганских стреляющих гор. Раскалённые ветры и ползут километры среди алганских стреляющих гор. Вот самое интересное, вот мы ничего до конца не доводим, нигде и никогда. Потому что в мае 82-го года, в мае юг, масштабный операция на пол Афганы, перевал Карамон-Жон, рядом Шахрован-Жон, лазуритное месторождение. Вот там пол, 600 человек, по-другому поле Бундесвера, там аэропорт завод, 12 ДШК, Заруха стоят. И пакистанцы, и чёрт-нависты, и всё для чего? Отобрать у повстанцев, мятежников, лазурит. Почему? А потому что, значит, лазурит, чистый лазурит. А лучше, самый лучший, это вот как эта табуретка, там всё в храме не заводит. 3 тысячи долларов килограмм, вот там, добывают, везли в Пакистан, продавали, покупали оружие, и тощили на территорию Афганистана, ставляли технику. Вот надо было всё это взять, там, всё это, и вот такая. Никого не нашлось, десантура шла с Парши, да, в Парши разли, вот пёк, ещё кто-то, защищать площадку. Площадка, там камня ведухи заварили, а там притратили, там, самолёт, в подарок, арбитут, окажем, смартфон, правильно? Ну, не важно, операция, вот такая вот. Самое интересное, самое настойное было, что никто не пострадает. Вообще, эти 60 пакистанцев ушли куда-то, полковник Гулдот растворился, на Пакистане, 600 человек нет, вообще ничего нет. Нашли пещеру в школе, там, откуда, на Карачке, Кавышон, местные жители, пленён, плену, вытаски, носоваски, это был Вазурид. Вазуриды, много лет Вазуриды. В 860-й день, в Москве, в ТВ-кул-кул, некомандир полка, подполковник Радунян, приказал выложить метр четыре на четыре перед штабом площадки. И там, рапорта по Вазуридам, всё. Так Варнец продолжал. Приехал генерал-майор, нам командующий Турков по вооружению. Так, пошёл, как привезли. Это что? А это что? Собрал себе. 8 мешков собрал, люди. А это не положили куда-то в Турковную обувь. Ну, лазарын, в общем. Не очень забавно, на самом деле. Но вот так происходило. И не очень язык. Красиво, чтобы об этом хорошими привезными словами петь. Поэтому припев такой. Дыраж, много гор и высоких перевалов. Среди них, кормом жёл. Мазуридам там навалом. А ещё посмочи, нам их надо выбивать. Посмочи, Афгантов, вашу мать. А ещё посмочи, нам их надо выбивать. Посмочи, Афгантов, вашу мать. Там душманский отряд под командой у Голдода. А у них говорят. Да ЖК и миномёты. Только нам, парванист, нам на это наплевать. Да ЖК, Афгантов, вашу мать. Только нам, парванист, нам на это наплевать. Да ЖК, Афгантов, вашу мать. Вон ракета пошла. Начинаем мы работу. Лезем прямо с борта. Под огонь к пулемётам. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать. Перевал твою, Афгантов, мать. Вот теперь поглядим, кто умеет воевать. Перевал твою, Афгантов, мать. Нас рассвет застаёт запалённых и уставших. Водка нас не берёт. Так что молча пьём запавших. Но зато, вазуридам, Пакистану не видать. Пакистан твою, Афгантов, мать. Но зато лазурита Пакистану не видать Пакистан твою, ауганомать И вернувшись домой, чтоб не все было забыто Мы захватим с собой по кусочку лазурита Чтобы вспомнив, как было, со смешкой мог сказать Лазурит твою, ауганомать Чтобы вспомнив, как было, со смешкой мог сказать Лазурит твою, ауганомать А вот и серьезные песни про ту же самую операцию и про те же самые воздушники. Мысль ее написали гораздо позднее, чем все это происходило. Пришла, когда, задумывая, для чего это и вообще и почему мы строили всего это. Кстати, это был 18-й год, уже в 18-м отдали и до конца войны в Министане, она уже шла на территории Турбии. Я знаю там, а знаете, что это, я знаю, что это, хотят твои фигуры, а вот, который я перебил. Переволкером он жал, не ищет на карте мира, А на двухсотке он пунктиром тонким, да. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло, Зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, что уходит легкокрыло, Зимовать на сопредельный Пакистан. Переволкером он жал, лазуритовые шахты, Караванная тропа по леднику. Здесь стоят со всех сторон Горы древние на вахте, Бедучастные и к другу, и к врагу. Здесь стоят со всех сторон Горы древние на вахте, Бедучастные ведь другу и к врагу. Перевал, кроме лжон, Здесь веками тихо-тихо Облака катились по морю небес. Здесь мы лезли на рожон, И рассерженно и дико Эхо вторило раскатом макарес. Здесь мы лезли на рожон, И рассерженно и дико Эхо вторило раскатом макарес. Говорят, познай себя, Мы познали много больше Жизнь, оценивая заново свою, Что судьбы бывает нить Самой тонкой нити тоньше, И что счастье добывается в бою. Что судьбы бывает нить Самой тонкой нити тоньше, И что счастье добывается в бою. Были звания ордена, Были звезды на погоны, Но и этим не забудется Афган. Сколько там осталось нас, На камнях карамон-жона, Столько в памяти невылеченных ран. Сколько там осталось нас, на камнях Карамаджона, столько в памяти невылеченных ран Перевал Карамаджон, нищий на карте мира, на двухсотке он пунктиром тонким дам И только птицам виден он, что уходит легкокрыло, зимовать на сопредельный Пакистан И только птицам виден он, что уходит легкокрыло, зимовать на сопредельный Пакистан Я просто обязан, раз, когда говорил все песни так или иначе, но по крайней мере у меня Чего бы я не пел, все посещено женщинам, но одну я сейчас спалю песню Я жалею, что это все произошло не со мной Почему в МПНГ? Да, спасибо Нормально, я в армейском Армейский фонд, все вынесет Я хочу спеть песню просто Я написал его в 88 году Когда начался вывод По просьбе моего друга хорошего полковника Роша Продевали по лесу Слушай, тут гадости пишут в гонке, там все пишут про то, про нас Она в стену стреляет Неужели нам нет чего доброго, напиши, что есть про логарство Я говорю, где же про логарство, но про мужчину, как делаешь про логарство, женщину Это микрофон, потому что, а? Что там? Гажу всем, что написал единственную презенту Нет, написал Кирсанов его, Синеглазый Шуравей Тогда еще Я потом вас пою, заходите, но попозже Конечно, хотим Синеглазый Шуравей дал Нам из мамы нравится очень После дождя Роха Я был так подрявый, голубоглазый там Это где-то после часу ночи Я бы не могла все отреть Ну ладно Поэтому я жалею, что не с одного телесторика сейчас поют И не с той, про который Кирсан написал в 80-х Повезло К сожалению, мне сказали, не слойся Вот только отройся, тебе ночью уши отрежут местные там еще И они не сорвались там Ну, мы сестер, но даем далеко В Шантант В Шантант Там много баб А кто-то, я думаю, не рад, пусть отправляются в гират Ну, вот Ну, далеко до Шантант Ну, не важно Это песня Там были Афганские населения были верные, преданные друзья На войне На своей шкуре испытал и жив остался Потому что не предают они там Восток дело тонкое Но если ты другом человеку там, да Там даже, чтобы вы знали Там, если враг Кровный твой Пришел к тебе больной И раненый, предполз тебе Ты должен его вылечить Выкормить Дать сутки А только потом убить Как хочешь убивать Ну, тебя сделают Там никогда тебе Да-да, кофе отъедет Там неверные Не обрезанные Никто их не убьет Потому что живут по древним законам Не по понятиям А по древним человеческим законам И не поукрасывать Глазный, который у нас странного дня А кто-то никто не исполняет Ну, не важно Махтуба Махтуба Это жаское имя Махтуба Есть улбек над любом Но это Махтуба Звали женщину ту Махтуба Да не женщина Просто девчонка Как тростинка Тонка и слаба Ты тащила меня По воронкам А потом Разорвав Паранжу Бинтовала Горящие раны В тишлаке Под названием Анжу На колонном пути Под Ахшару Махтуба Словно ветер На склонах поет Махтуба Не нужны мне Три года В зачет Я пошел В то-таку Опять Только время Не движется В стен Помню родичей Стайку твоих К небу Тянущих Смуглые руки Ты сказала Одно Шурави И они Отшатнулись В испуге А потом Полевой медсанбат И врачей Утомленные Лица Я хрипел Им Где мой автомат А он Мне скоро Теперь Пригодится Да не нервничай Все при тебе Тут какая-то Фея Из сада Принесла По утру КПП Пистолет Автомат И гранаты Махтуба Словно ветер На склонах Поет Махтуба Не нужны мне Три года В зачет Я пошел В ту атаку Опять Только время Не движется Спять Вот и все Я вернулся Домой Затянулись Военные раны Только как-то Связалась Судьбой Да девчонка Из Афганистана Я не помню Почти ее глаз Что запомнишь Бредом Дурмане Может кто-то Другой Меня спас А может вычет В старом Романе Но только ветер Поет Махтуба И куда-то Зовет Махтуба Я пошел В ту атаку Опять Только время Не движется Спять Махтуба Словно ветер На склонах Поет Махтуба Не нужны мне Три года В зачет Я пошел В ту атаку Опять Только время Не движется Спять Я пошел В ту атаку Опять Вот только время Не движется Спять Подпевать Долго Ну Либо Сейчас Живописный Кишлак Под Кабулом Тоже в песне Не забыть нам Товарищи Никак Свистанным пульт Ракетным гулом Запомнится Нам Чеквардак Мы Прекрасная Таина Ракета Наш на помощь Зовет Сырандой Груз сказки Бронежилета Не мешают Вести нам Бой Чеквардак Чеквардак Не забыть Нам Тебя Никак Пели Дегабристы Точка Брон Кабул В середине Девятом И на этом Чеквардак Его много раз брали С больших потерь Потом возвращение Отбивали Но это Петь в 80-х Когда У нас еще Не стреляли В спину Когда Можно было С удостоверением Таким Бездеходим Поехать Переехать За речку И там Представили Погулять И вернуться И не может Сидеть Никто И не трогать Тогда еще Война не обострилась И на штат Допрыг И понятно Что европейцы Билого человека В Агланистане Женщина Азберелев Англичане Приручили Так Подходят Каликет Там Стараешь Приходят Они говорят Женщин И дров Но англичан Две битвы Прямой лаги Трехтысячный Корпус Уничтожен Был полностью А тут нет Тут со всей Любовью И пощин Поэт Петь называется Негладый Шуравей Шуравей Это не русский Это советский Да Ну там Словаты все знают А алганцев нет Вот женщина Расскажу Между хамумом И двухтар Рассказал Это женская Девушка И женщина Она понятна Все значит Детаган Это меч кривой Причем он не этот самый Нет погоди Это не турист Это кривая Сапля Алмянская Какая вот На ширине На концах Такое есть Мясо Как раз Грубит И что А Мушавер Мушавер Это советский Ну кафир Знаете Кафир Понятный Не обрезан Понятный Дело Что не обрезан Не обрезан Ну что Берите Что есть Какие пришли А 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 И без И чек Вольна Это На самом деле Серьезный Очень объект Обороны На что Подмени Вот Ну Женщины Красивые Там А Если кто Расглядеть Успел Вообще Держать Так Чучелок Понятный Кирсанов Юрь сказал Что Будет Красивые Видел Сам И так Написал Да Там Тринадцат Чучелок Понятный Не пробовал Не знали Все Чучелок Чучелок Как У нас У Ей Дичь Квардак Среди Женщин Шурок Вода Из Кабул Окна Пришел Отряд Под Названием Гором Каскад Каскадер Я Пошла Смотреть И Стоя Крыши За Мещей Друг Гляжу Идет Ко Лай 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 Вдруг Гляжу Идет Ко Мне Один Синий Глаз Молодой Блондин Как Взглянула Я На Шуравей Так В душе Запели Соловьи Позабыл Остыд И Шариат Говорю Пойдем Заплы Солдат Пусть Ты Не Обрезанный Кафир Только Для Тебя Устрою Дир Романтик Так Спать Собою Рядом Положу И Сниму Не Только Паранжу Лай 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 Ла 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 Лай 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 Ла 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 Спать Собою Рядом Положу И Сниму Не Только Паранжу Но Глядит Печально, шуравик, ты меня, красотка, не зови. Наш начальник, грозный башевер, Заставляет спать нас в БТР. Глупый, неразумный шуравик, Ты, ну, ты, радость лови. Знаю я, в горах сидит душу, Против русских точек ядога. Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Знаю я, в горах сидит душу, Против русских точек ядога. Шурави сменятся, не пугай, Всех душу мы отправим в рай. На земле афгатской будет мир, Вот тогда и устроим пир. Пролетели дни, как листопад, И ушел в капот, ряд каскад, А я жду, сгораю от любви. Где ж ты, синие, глаза и шурави? Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Лай-лай-лай-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай. А я жду, сгораю от любви. Ну, где ж ты, синие, глаза и шурави? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кстати, у меня друг хороший. Он, 860, вы, ребята, есть здесь? Ой, они здесь сидят. Ну, знаете, они, Федор, ну, это, Федоров Димка, он...